Привет всем! Сегодняшний урок будет посвящен экспорту материала из Final Cut Pro в программу Autodesk Smoke. Ничего сложного в этом процессе нет, поэтому попробую вам очень быстро и доходчиво объяснить как, что и почему. Итак, мы с вами имеем смонтированный клип, смонтированный он в Final Cut Pro. К нему применены определенные эффекты, между склейками присутствуют определенные переходы. Переходы стандартные, а вот эффекта нет. И скорее всего эффекты не будут прочитаны и не будут восприняты программой Smoke. Сейчас давайте экспортируем его. Для этого мы входим в меню File, Export, XML. Компания Autodesk рекомендует использовать XML версии от 2 до 5. Раз они рекомендуют от 2 версии, давайте попробуем 2 версию. И сохраняем на внешнем жестком диске. Экспорт состоялся, теперь мы переходим в программу Autodesk Smoke. Хорошо, а мы с вами оказались в программе Autodesk Smoke. Как видим, остался небольшой неубранный мусор от предыдущих уроков. Поэтому какие-то фрагменты мы сейчас с вами просто удалим. Заодно научимся быстренько и оперативно удалять. Режим клип, мы удаляем клип, нажимаем Delete и выбираем клип в этой части экрана. И клипа нет. Безусловно, задавался вопрос относительно того, обязательно ли делать дубли. Нет, не обязательно. Потому что как только мы с вами входим в библиотеку клипов, то этот клип у нас всегда уже здесь находится. То есть иметь его копию на Edit Desk вовсе не обязательно. Это было лишь показано для примера того, как делаются копии. А сейчас мы с вами займемся импортом XML-файла, который мы создали с помощью программы Final Cut Pro. Для этого опять мы входим в библиотеку клипов. Выбираем уже не Import Image, а Import XML. Или что может быть Import ETL, AF, OMF. Выбираем XML. Экспортировали же мы XML, поэтому Import XML. Нажимаем Import. Здесь в папке, располагаемой в нашем проекте, в папке XML, находятся три версии XML-файла. Вторую мы с вами сохраняли, версию. Четвертую и пятую сохранил я для себя. Для неких экспериментов. Поэтому работаем со второй версией. Выбираем вторую версию. Атрибуты этого файла. Не забываем, что были включены у нас линк видео и линк аудио файлы. И нажимаем Load. XML-файл загружен. Открывается новое окно, в котором мы сейчас с вами должны будем прилинковать или переназначить наш клип к тем исходным материалам, которые хранятся в другом месте. Для этого мы с вами откроем более широкий вид и выберем здесь следующее. Путь. Сейчас путь указывает на другой носитель. В корне у нас находится файл. Выбираем Set Directory. И так для каждого. Далее. Не забываем, что мы любим все экономить. В частности я. И поэтому режим Hard Import заменяем на Soft Import. Это позволит нам существенно сэкономить пространство на жестком диске. Теперь нам необходимо выделить все наши файлы и получить статус Yes в графе Relinkable. Теперь, собственно говоря, нас интересует перелинковка. Что мы для этого делаем? Мы должны импортировать сюда этот исходный материал, к которому будет привязан наш клип. Пока он находится где-то там. Для этого мы входим в меню Import. И делаем Import All Files. Все. Импортирован один исходник. Ну так как у нас к одному исходнику это все было привязано, поэтому один исходник у нас был импортирован. И теперь, после того как мы получили статус, что мы можем перелинковывать, мы делаем перелинковку. Делаем Relink. Делаем Relink. Этот процесс достаточно занимает времени. У меня для того, чтобы перелинковать наш клип, ушло порядка 3-4-5 минут. Перелинкование завершено. Длительность была порядка 3-4 минут. Это было потому, что у меня находятся материалы в разных операционных системах. Поэтому приходится делать такие взаимосвязи. Но, скажу так, что если у вас один общий RAID массив, то это все делается намного-намного-намного быстрее и продуктивнее. Мы все сделали. Exit ReCapture. Теперь нам нужно его загрузить на рабочий стол. У нас здесь есть наш клип, который мы видим, он загружен посредством софт-импорта. И исходный материал, к чему был прилинкован этот клип. Мы выбираем клип и делаем Loud. Теперь мы можем посмотреть, что он из себя представляет. Как мы с вами видим, очень и очень похоже на то, что у нас с вами было в программе Final Cut. Вот. Можем посмотреть, как это выглядит. Скажу так, что многие эффекты, которые были применены, они не работают при импорте и при экспорте XML. Однако остаются базовые эффекты, такие как Dissolve, Crossfade. Замедление какое-то. Но с картинкой придется нам работать заново. Наш проект загрузился. Теперь мы с ним можем как нам удобно работать. Наша задача была выполнена. Мы произвели экспорт XML из программы Final Cut Pro. Сделали импорт XML в программе Autodesk смог. Получили timeline, очень похожую на то, что мы видели. Пожалуйста, приступаем. Начинаем работать. На этом сегодняшний наш урок закончился. Благодарю всех за внимание. Ждите следующих уроков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok